Чаепития стали обходиться дороже казахстанцам. Цены на чай с начала года выросли сразу на 10%. На фоне подорожания продуктов питания не каждый смог это заметить. А вот в клубе Добряков, где помогают продовольствием, говорят, что были вынуждены даже сократить продуктовый набор. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Айсулу Ахметова, как и сотни других волонтеров клуба Добряков в разных регионах, постоянно помогают малоимущим. И в первую очередь продуктовыми наборами. Обычно в них входит чай, макароны, крупы, сахар, мука, масло. Реже мясо, овощи и фрукты. В последние годы корзина заметно уменьшилась. Мы эту разницу ощущаем довольно конкретно. На примере. Например, два года назад на 10 тысяч сеньге можно было приобрести гораздо больше продуктов, нежели сегодня. Чай – обязательный компонент продуктовой корзины. И обходится эта помощь все дороже. По данным ЛС, цены на продукты в Казахстане выросли за год на 9,7%. На непродовольственные товары – более чем на 5%. Чай показал самый высокий рост стоимости из всех продуктов. Казахстанцы – одни из самых больших любителей чая в мире. В год в среднем один житель страны потребляет почти полтора килограмма чая. Примерно шесть кружек в день. В целом казахстанцы выпивают в год 24 тонны чая. Дороже всего он обходится жителям Алматы, Караганды и Костаная. С начала года, по данным Энергипром КИЗ, бодрящий напиток подорожал на 10%. И настолько же упало его производство в нашей стране. Отечественные фабрики по расфасовке покрывают чуть больше четверти потребности рынка. В основном это, естественно, 70% спроса удовлетворяется импортерами, то есть заграничными поставщиками, основными из которых являются Кения, Индия, Россия. И, соответственно, курсовая разница очень сильно влияет на ценообразование на отечественном рынке. Еще одна причина, по словам экономистов, вступления Казахстана в ЕАЭС. С 2014 года таможенные пошлины на экспорт выросли с 5 до 18%. Это сразу же повлекло рост цен. Только национальное производство, только активное участие в международном разделении труда является основанием для того, чтобы снижать, значит, вот этот инфляционный напор. Закупаем импорт за рубежом. Мы вместе с этим закупаем мировую инфляцию. Эксперты не берутся делать прогнозы, так как не знают, как будет вести себя доллар. Цены, по их словам, будут зависеть и от санкций к России, и от приближения парламентских выборов в Казахстане, да и в целом от политики. Экспорты. Это надо строить свое производство. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Гарагандинская область. Будьте в курсе всех событий в нашей стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте включить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самого важного.